Книга «Окрытым оком», 21-й том, тема «Потеряевка», вопрос 3454. «Мы так и не встретились с журналистом из Москвы. Что за статья у него должна быть?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Про статью пока торопитесь вопрос задавать, а вот письмо сегодняшнее могу прочитать, и мой ответ к нему. «Мир вам, Сергей Сергеевич! Ваше письмо от 18 мая 2007 года получено мной 29 числа. Далеко же Москва от нас. Почему даже полслова не сказали, пришло ли письмо мое к вам, которое я послал еще до вашего приезда сюда? Мне это важно знать, проверить, как почта работает. Вы пишете, спешу отчитаться». Довольно быстро, как никогда прежде не бывало, я закончил свою заметку о поездке в Потеряевку. «Вчера вечером я ее уже отнес в редакцию газеты, не знаю, как уж ее примут там, но, надеюсь, труд не пропадет и будет на пользу. Должен сказать, что писал я ее и удивлялся, откуда только берутся слова нужные. По нескромности своей и самоуверенности излишней думая, что была помощь сверху, наверное, по твоим молитвам. Жена ее прочитала и сказала, что «Лучшего я никогда не писал, говорю это не ради похвальбы. Ваше письмо можно бы по частям разобрать, но не достучаться мне до вас. Вы все с укоризнами, да с обидами пишете, что так присуще интеллигентам и околоцерковным людям. Им бы помягче, поласковей. Вы, как вы, про схемонаха в Троицко-Сергиевской лавре, отце Филадельфе Моисея написали. Поинтересуйте, что это за биография жития Филадельфа за 10 мая по старому стилю? Можно ли этому святому подражать? Интеллигенция сегодня ищет тон, как это было сказано. Святые тоже не пушистые были. Вот что читаем в житиях святых. 1 января Василий Великий, повару Демосфену, витействующему Адагматов, сказал, «Себе варкой пищи заниматься, а не варкой Адагматов». 2 марта Феодот на допросе язычников вытруслевий жаб. 4 марта Иулиания ответила царю, «Я презираю тебя». 5 марта Конон и Саврянин, он сказал, «Отцы ваши, как скоты, находятся в преисподней». 13 апреля Артемон сказал обезумевший от злобы наследник ада. 5 мая Ирина, правителю Седякии, пригласившему ее к столу, возразилась, «Нечестивым не сяду». 1 июля пофит императору Антонину, говорит, «Пес умнее тебя». 9 июля Феодор Эдестий, юного инока, послали в город продавать изделия. Его привела царица к себе и стала обольщать. «Неужели я некрасива? Ты гнусна!» Она жалуется царю, и он говорит ему, «В чем же моя вина? Я убежал от змеи и попал ко льву». 17 июля Марина на предложение брака с нею возразила, «Неужели вступлю с абсом, смердящим в брак?» 24 июля Христина. Дерзали ее так, что отпадали куски тела. Она подбирала их и бросала в лицо отца. «Ешь, пес!» Он вырвал ей язык. 13 октября Никита. «Иноком не перестану поклоняться». А патриарха Феодота назову прелюбодеем и преступником. 22 декабря Анастасия Узарешительница. «Я и не думаю тебе отвечать. Не лей, не вливают в гнилой сосуд». Про лексику Библии ее тон узнать не помешает. Филиппийцам. 3-2. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Деяние 13.10 сказал. «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Числа 32.14. «И вот, вместо отцов ваших восстали вы отродье грешников, чтобы усилить еще ярость днева Господня на Израиле». Осия 6.5. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Откровение 19.15. «Из уз же его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пастет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Вы сами свидетельствовали, что хорошо провели время на Алтае, и из всего хорошего и ненужного вы именно этот разговор о пустых ведрах вспоминаете уже после своей болезни дома. Значит, именно эта встреча и эти слова брата Игоря и есть главные, которые вам и нужны были. Если бы вы их пропустили мимо, значит, они не ваши, вас не касаются никак, или были бы согласны с вашим настроем. А тут всего несколько слов, и не к вам конкретно обращенные. Так разволновали вас, что и солнце померкло, и красота зелени заржавела, и ароматы поубавились. А ведь Игорь-то как раз и сказал то, что нужно. Вы могли бы эту тему продолжить, а не в позу становиться, обиду паломническую выплескивать и в письме ее продолжать раскручивать. Полезли в схватку, и оказалось, что воевать нечем. Тут же опрокинулись. Да еще в возрасте под 70 лет разубежался, как девица, которую обозвали походным словом. Послушаем вашу горчайшую боль. Цитирую из вашего этого письма. А теперь о деле, которое мне представляется важным. Прости, Игнатий, но вы должны вернуться в то утро 4 мая, когда мы расшумелись у дверей твоей хижины Келли вместе с твоим коллегой Игорем. Шумные разговоры во многом показательны и требуют продолжения спокойного. Начну с того, как довольно рано, в часу восьмом утра я подхожу к калитке вашей городской общины. Улица пустына, воздух чист, дышать легко. Деревья укрыты первой весенней зеленью. Солнце играет и радуется. Почти одновременно к калитке подходит. Игорь, стильный, крупный мужчина, унесет два ведра воды. Вода тоже чиста и прозрачна. Душа моя просто возликовала. Какая замечательная картина. Будь я живописцем, то непременно бы нарисовал это на холсте. Один человек возвращается из далекой поездки. Ночью не спал. Молчал в окружении незнакомых людей в вагоне. И вдруг нос к носу встречает знакомого, с которым в общем и целом хорошее отношение. Человек несет воду и тоже как бы в добром настроении находится. Только в писании сцен около воды, колодцев и других водных источников подсчитай. Вода объединяет, живит, лечит, примеряет, успокаивает, дает здоровье, утоляет жажду. Гладь озера умиротворяет, чарует, вселяет надежду и так далее. А тут еще и живой человек с водой идет. Как хорошо! Поскольку руки мои были свободны, я отворяю перед игром коллег, он подходит, опорачивается ко мне и начинает вдруг совершенно не к месту изобличения. Говорит, что встреча человека с ведрами воды есть чуть ли не самая главная примета уже православных. Он еще какую-то суеверную деталь припомнил. Все это говорится невозможным тоном с интонацией превосходства, якобы истинно православного, перед уже, в кавычках, вызывающие оскорбительные нотки потоком льются, боюсь сказать, уст, в кавычках. Утреннее настроение у меня в раз исчезло, солнечная красота заляпана. Я знал и раньше вашу общую с ним наступательность и непримиримость к тем, кто не с вами. Пожалел, что утро подпорчено. Но словословить не стал. Позднее, когда мы втроем выше на воздух, когда разговор наш общий так и не иначе коснулся, опять коснулся истинных и лжеправославных, разумеется, вы с Игорем усиленно подчеркивали, что истинно православными являетесь вы. И только вы, тут я вернулся к утренней встрече у калитки и попытался возразить, защититься от ваших неуемных высказываний. Да, я сказал, что в ваших словах много агрессивности, и это не понравилось вам, и, кажется, еще более возбудило. Игорь в качестве аргумента даже стал декламировать стихи, наверное, Игнатий твоего сочинения. Он их читал громко, словно выкрикивал лозунги с трибуны, напором рубил воздух рукой, почти кричал, видимо, полагая, что чем сильнее крик, тем убедительна его речь. Это был камнепад слов. Если и была правда на вашей стороне, если и была, то ее трудно было уловить, различить в том камнепаде правоверных, забивающих грешных. Далее, например, о женщине, взятой в прелюбодеяние, работе кузнеца, только с горячим железом осеяние и прежде похоте. Ваши благие усилия, внешне направленные к добру, поднять до своего уровня часто остаются без результата, точнее, без положительного результата, вызывая усовеседника раздражения, нелюбовь к нам. Игнатий, я уважаю тебя, твою увлеченность, твои знания, твои устремления послужить Божьему делу. Но трезвенность никогда и никому еще не мешала. Вот уж я знаю, вас разделяю по сути ваших взглядов. Мне интересно быть с вами, и то сдрагиваюсь и съеживаюсь. На одних обличениях далеко не уедешь. Вас тронуло, что Игорь громко говорил или даже кричал, но разве суть в этом? Я не раз ему говорил тогда говорить тише. Третий царств, 85. И стоя благословил все собрание израильтян, громким голосом говоря. Игорь абсолютно точно подметил то, что и вы тоже знаете, но почему-то промолчали, что народ уже православный, полон суеверий. И египетской тьмы, если баба ее с пустыми ведрами, значит к несчастью. Он только это и сказал, как раз к месту. Но добавил, что в народе есть суеверие, что самая большая беда, если на встречу попадается батюшка, а еще хуже, если он монах. Это как же надо было так довести людей, что встреча с папом может по нынешнему приравняться к встрече с милиционером, разбойником и хулиганом. Чем он так зацепил вас? Из слов Игоря вы могли такую поэму составить. Еремия, 15-19. На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если излечешь драгоценного и изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты, а не ты будешь обращаться к ним. Какой шанс упустил человек, а ты подумал бы, не за этим ли я ехал в такую даль, за это же место. Сам Господь, Бог дай, знак подает следовать за Христом, а не за паломниками, выдумкой человеческой. Если ты не виновен в том, то тебя это не касается. Мы про то и говорили, что человек больше обижается тогда, когда о нем говорят правду нелестную. А если вовсе ложное обвинение, то и нужны, нужды тебе нет в том. Откровение 1.10. Я был в духе в день воскресенье. Слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил, я есть в Альфа и Омега, первые и последние. Восемнадцать раз только в Откровении говорится о громком голосе и ни разу в посудительном тоне. При том разговоре слишком ясно было видно, что вы совершенно не слышите того, что говорил Игорь. Снова повернем калитки, он идет с полными ведрами. У вас благодушное настроение, из которого вам не хотелось выходить зелень, свежесть. Вас тоже понять можно, но только как человека с улицы. Но это может чувствовать и бессловесная тварь по-своему. Игорь мог пройти молча с полными ведрами воды, но он воспользовался этим случаем и создала предрассудка, с уверением, какими полна, переполнила жизнь людей, а конкретно русских, и еще конкретнее тех, кто ходит в церковь. И еще супер конкретнее тех, кто считает себя верующими и причащается. Почему бы тут же Игоря не поддержать в этом флуа? Вы же знаток, да, журналист. А вы сразу как бы в кавычках полезли в бутылку. Если бы это был глубоко верующий человек, просвещенный светом Евангелия, а не вонью суеверий. Он вздохнул и сказал, горе нам, что вымыслы человеческие так цепко держат людей в плену, потому что их не учит Слово Божие. Совершенно непонятно, что вас тут заело. Я могу понять, что тут дух иной. Если бы вы промолчали, то и тогда не было бы продолжения реплики Игоря. Но вы буквально вгрызаетесь в этот пустячный случай. Примем, примерим вам. Примем, поверим вам, что он очень важный. Но для кого? Он вас убедил, что мы грубые, неотесанные, мужланы. Мы рвем и мечем, а вы пострадавшая сторона. У истинного последователя Христа, у христианина всегда покой в душе, и его никакая буря не может поколебать. А здесь же одно предложение, и уже на месяц, и более будет горчайшая обида, что мы для себя только считаем истинными. Ну и что? Старообрядцы считают, что мы в сравнении с ними никто, а сектанты всех вообще не признают, а только свою секту возвышает. Но проверить истину можно только за Библией. А вот тут-то вы и никакой, если вы не поняли, то напоминаю, что моя цель усадить людей у ног Христа, чтобы они избрали благую часть. Не к живым попам-мародерам, сегодня в стране почти все до одного попы-мародеры берут с мертвого, да еще в погоронном бюро. Вас тронуло больше всего то, что в этом «лже» вы увидели именно себя. Если вас коснулось, то надо было смиренно, как подобает истинному паломнику, отложить свои выводы, и свой гнев, и свои амбиции. Ну хотя бы лет на десяток, пока все мои книги прочтете. И тогда вы будете громче и горевопитетой страшной. В силенской беде, куда завалили попы Россию, а не главные учителя, мы и невежество. Мы с этим ежедневно встречаемся. Псалом 4.5. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших и на ложах ваших, и утишитесь. Я гляжу, вы как ровным, вы так ровным счетом ничего и не поняли, ни из моих книг, ни из наших бесед. 2 Коринфянам 4.5. Ибо мы не себя проповедуем, не Христа Иисуса, но Христа Иисуса Господа, а мы, рабы ваши, для Иисуса. Вы много слышали о рождении свыше. Почему Христос поставил эту тему во главу угла? Когда человек получит рождение свыше, он мыслит совершенно иными категориями. Попы создали в православии совершенно ветхозаветную религию. Обрат, традиции, внешние выполнения, хождение, стояние. С годами наращивая капитал в обрядоверии, без внутреннего перерождения, все это превращает в дым. И обида очень сильно показывает недуховное состояние души. Например, вчера одна фирма помогла мне продуктами. Приехала директор, она не ходит в церковь, без какой-то человек, начали беседовать. Она вся внимания, я ей подарил книги, она много раз благодарила, настолько искренне. Прошло немало времени, с полчаса звонок из их фирмы. Она показала там 24 мои книги. И, видимо, одна из их сотрудниц верующая. И она не удержалась, тоже позвонила мне, по голосу ей лет 25. Но столько снобидностей, столько презрений и неприятий, что это надо только было слышать. Да разве можно где-то учиться? Я вот ходила несколько раз в Покровский собор, и батюшка сказала, что только священники могу учить. Как часто бываете в храме? Раз в год хожу, стал спрашивать, и она совершенно не знает писания, не знает богослужения, не знает молитв. Но она абсолютно точно знает, что не нужно ничего знать. Она уже протравлена вся поповским ядом, ненавистью к Гибели. Вот где агрессивность, а не у того, кто ратует за следование за Христом по Писанию. И в этом незнании ее святость, ее надежда на жизнь вечную. Так чем же вы лучше ее? Вам надо было только слушать и молчать. Слушать и молчать не вздумайте еще, и на эти слова видится душа паломническая. Если будете читать подаренные вам мною книги, сверяясь в Библии, то мы очень скоро будем близкими. Иезекииль 45.9. Так говорит Господь Бог, отложите обиды. Галатам 4.12. Вы ничем не обидели меня. Мир надбое расколот был Христом. Кто за него, кто с ним, тот собирает. Тот сеет семя и взойдет росток. Там разговор о пренебесном браке для расточителей отвергшихся Христа. Готова участь ма внутри и вне. Вожжа ждут каплю влаги от перста, безвыкупа горящая в негаснущем огне. Христос пришел, непринятый своими, отвергнутый, оболганный, распятый. Из-за него распявшихся он примет. Не о таких ли судят? Вовсе спятил богатые, бедные, некастые. Решает вера в жертву Иисуса. Кто воспринял душой Христовы страсти? Неважно кто, евреи он или русские. Два лагеря, два стана до сих пор одни Христа евангельского чтут, другие нервничают, затевают спор, влекут блаженных на жидовский суд. И каждому сегодня прямо здесь приходится решать и делать выбор. С семеркой братства или выбрать шесть. И быть ли в неводе Христа священной рыбой? Разделиться, отсеяться, пшениться. А плевелом с соломом быть в огне, тогда страдальцам час возвеселиться. На непокорных будет только гнев. Жизнь или смерть предложено избрать. Раскрыться в свете, погрузиться в тьму. Не просчитаться, вымереть ста кратно, сильно в рай не тянут, не возьмут. Определяем мигом бесконечность. Прислушайтесь к свидетелям Господним. Грех каждого смертельно искалечил. Но врач зовет, дай знак ему сегодня, 29 апреля 2007 года, Игнатий Лапкин.